К молитве глухо. В чем главная опасность масленицы? К молитве глухо. В чем главная опасность масленицы? 8 часов 24 февраля 2020 года, обновлено. 8-3 24 февраля 2020 года, РИА Новости, Сергей Мамонтов. Масленичное гуляние в Москве и Московской области. РИА Новости, Сергей Мамонтов. Москва, 24 феврия новости. В России начинается Масленица. Для православных это время особая последняя неделя перед Великим Постом, и в Церкви призывают посвятить ее тому, чтобы духовно и физически подготовиться к длительному строгому воздержанию. А народные обычаи, напротив, склоняют к безудержному веселью и чуть ли не обжорству. О том, как решить эту дилемму, в материале Рия Новости. Праздник живота. Черные сюртуки, белые и палевые шали, головки, кружевные наколочки. Несут блины, под покровом, изобилуют деталями известное лето господни Ивана Шмелева. Эти строки как нельзя лучше объясняют популярность масленицы в народе. И правда, какой еще праздник ставит во главу угла употребления различных вкусностей? Отсюда еще одно название недели перед Великим Постом обжорная. Рия Новости, Екатерина Чеснокова. Блины с вареньем из сосновых шишек. За ухою и растягаем и опять и опять блины. Блины с припеком. За ними заливное, опять блины, уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Лещ необыкновенной величины, с грибками, с кашкой. Новошка семивершковая, с белозерским снедком в сухариках, Политая грибной сметанкой. Блины молочные, легкие, блинцы с яичками. Еще разварная рыба с икрой с удачей, с поджарочкой. Желе апельсиновое, пломбир миндальной ванильевой. Продолжает описывать Шмелев масленичный стол в дореволюционной Москве. Причем все старались доесть как можно скорее. И вот, читая свидетельства тех лет, задаешься вопросом, А зачем так объедаться? Заговены нонча, а завтра строгие дни начнутся, Великий пост. Ты уж масленицу то похерь, забудь. Примечания редакторов, до ночи, завтра то глядеть в грех. Погляди полюбуйся и разбирай. Принечка поешь, заговица кому отдай, Отвечает писатель устами одного из героев лета господня. Выходит, что до прощенного воскресенья Люди объедаются блинами, веселятся что есть мочи, А потом рубит с плеча, резко переходит на постную еду И всю неделю ходит в храм на многочасовые службы. Неужели такой подход полезен для души и тела? Рия новости, Евгения Новоженина. Масленичное гуляние и проводы взаимы. Полупост. Вообще масленица народное название последней недели перед Великим постом. В дохристианские времена это был языческий праздник провода взаимы. Тогда даты масленичной недели определялись по движению солнца, И приходилась она примерно на конец марта. Теперь же все зависит от церковного календаря. Масленица входит в череду так называемых подготовительных недель перед постом. А называется по уставу седмицы месопустной или сырной. Это, по сути, неделя полупоста. Дело в том, что церковь постепенно готовит христиан к Великой Четыре Десятнице. На неделе о мытаре и фарисеи поста вообще нет. В следующую за ней неделю о блудном сыне верующие постятся в среду и пятницу, как это бывает обычным образом в течение всего года. А начало масленичной недели называется днем заговения на мясо, после которого мясные продукты не употребляются вплоть до Пасхи. В этом году Светлое Христово Воскресенье празднуется 19 апреля. Примечание редакторов. Точка. Но зато абсолютно всю неделю можно вкушать молочные продукты, масло, яйца и сыр. Отсюда и такое название «сырная неделя», объясняет председатель учебного комитета Русской Православной Церкви Протеерей Максим Козлов. Рея новости. Евгения Новоженина. Угощение на праздновании масленицы. Поэтому, по словам у Максима, настоящая цель масленицы не объесться блинами до отвращения, а постепенно приучить себя к воздержанию, чтобы вступить в Великий пост сознательно. То есть не ради диеты после богатой наблюда недели, а для духовной пользы. Главная умеренность. Известно, что принципа постепенной подготовки к Великому посту церковь придерживалась еще в первом тысячелетии нашей эры. С той эпохи остались многочисленные изречения святых, утверждавших, что умеренность важна не только для души, но и для тела. Столетия спустя слова отцов церкви подтвердили научные исследования. Для любого человека присущаться любимым продуктом, до которого он, что называется, дорвался, чрезвычайно вредно. Из-за этого растягивается желудок. А в масленицу те же блины в большом количестве в сочетании с рыбой, мясом, если его употреблять в пищу в этот период. Примечание редакторов, сметана это бомба замедленного действия, особенно для страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ну и весь можно набрать где-то 5 килограммов за неделю, объясняет известный диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. РИА Новости, Илья Питалев. Женщина ест блины во время празднования масленицы. Поэтому церковный устав, по ее словам, неспроста запрещает мясо в масленичную неделю. Это очень тяжелый для пищеварения продукт. И конечно, нужно подготовить к посту организм, чтобы не было резкого перехода от жирной пищи к растительной. Уже во время масленицы следует готовить кишечник к посту продуктами, содержащими клетчатку. Пусть на столе будут свежие овощи и фрукты. И организм мягко перестроится на постную пищу, которая переваривается за короткий промежуток времени, советует врач. Однако это вовсе не значит, что стоит отказываться от блинов. Диетолог призывает не пренебрегать традиции и съесть 1-2. Кроме того, есть куда более легкие для организма блины гречневые или рисовые, например. Самое ценное не сам праздник, а насколько празднично наше здоровье, как мы себя чувствуем, в какой степени активны и продуктивны. Если с этим все в порядке, то и в пост мы войдем спокойно, подчеркивает королева. И конечно, главная умеренность в еде. Причем как в Великий пост, так и в предшествующую ему масленичную неделю. Не зря ведь в народе говорят, сытая брюхо к молитве глухо.